Известному предпринимателю Олегу Зубкову надели наручники. Я для него вообще никто, я для него не авторитет, он даже фамилию такую запашную ни разу не слышал. Ай, зубы, ай, зубы, ой, какие зубы хорошие. Здравствуйте. Сегодня у нас пойдет тема о решении Белогорского суда об изменении меры пресечения Олегу Зубкову. Ну, коротко, если простыми словами, в зале заседания суда известному предпринимателю Олегу Зубкову надели наручники под поводом, что он пропустил одно из заседаний. Во-первых, хотелось бы для всех пояснить о том, что на одном судебном заседании Олег Алексеевич не был, потому что я был подаль, но о чем было извещение суда? Ну, ему назначалось, кто посмотрит его канал, ему назначалось чуть ли не каждые 15 минут эти заседания. Различные ветеринарные службы, различные органы по санэпидемстанции, пожарников и прочих организаций, которые фактически гнобили этот парк Тайган. Парк Тайган находится на территории Крыма. На этой территории в 32 гектара когда-то была военная часть, а теперь тут зоопарк, гостиница и 20 гектаров сафари-парка, где в теплое время года живут львы. Создавался он еще на территории Украины. Ну, понятно, что в более свободной Украине была такая возможность создавать такие парки. В Российской Федерации с учетом бремени, коррумпированного времени, можно делать только возможность строить многоэтажки, создавать какие-то коррупционные схемы. К сожалению, то, с чем я столкнулся в Российской Федерации, это чудовищная коррупция, взяточничество. Ничего не дается и не выделяется в интересах народа просто так, как это было при Украине. Поверьте, что ни за эту землю, этого парка, ни за землю Ялтинского зоопарка я не заплатил ни одной копейки взяток. Никогда, никому. Но и думал, что я так проживу всю свою жизнь. Понятно, что такой парк на территории Крыма был лишним. 30 гектар хороших территорий, по которым могли уйти под застройку, мешали. Всякие эти парки, гостиницы, отели, тигры, львы, все мешали для получения сверхприбыли. Парк Медведей не был построен, как и не был построен парк тигров амурских, как и не был построен Крымский колизей, как и не был построен парк извлечений Белая скала, который на 60% уже готовности своей имеет, как и не был построен ландшафтный парк Суворовский, вокруг Суворовского дуба, и как и не был построен детский зоопарк в Паторе. У Олега Зубкова пытались все время отжать этот парк, забрать. И для этого не мешала ни его мировая слава, ни то, насколько важен был для Крыма этот зоопарк. Ведь Тайган привлекал сотни тысяч людей со всего мира к себе на территорию. Но я рискую, я занимаюсь глупостью, мы все тут, все недалекие люди, получается, раз мы доверяем жизнь одному человеку, у которого в руках нету ничего. Для Украины это хорошо или плохо? Ну, для Украины, скорее всего, это хорошо. Для Украины, как бы цинично ни звучало, но дело в том, что парк Тайган поддерживал Крыму большой инвестиционный интерес со стороны туристов. На Черное море ехать не хочется, такие есть возможности, как полететь в Доминикану, выехать на какой-то остров, поехать в Египет на Красное море, которое в сотни раз лучше Черного, или поехать на Средиземное в Турцию. Турция даже на Черном море не строит отели, потому что не считает его туристически адекватным морем. И сезон в два месяца делает Крым инвестиционно неинтересным. А вот сафари-парк, который создал Олег Зубков еще на территории Украины, он был довольно привлекательным, так как туристам был весь спектр услуг. Туристы могли даже со львом покататься. Лев залазил в машинку, и такого в мире нигде не было. Даже африканское сафари смотрелось в Кении или других стран. Смотрелись очень слабо в противовес сафари, созданное Олегом Зубковым. Настолько был именно аттракцион интересен. По моему мнению, если бы у меня был выбор, а я человек, проживший большую часть западных странах, если бы у меня был выбор между Диснейлендом и парком Олега Зубкова, я бы, наверное, выбрал все-таки парк Олега Зубкова Тайган. Я бы съездил погладить льва или почесать его за гривой, или посмотреть в естественных условиях, как ведут эти животные, подойти на расстоянии метра, сфотографироваться с ним. Причем это без миллиардных инвестиций, без сильной рекламы. И, конечно, для меня это был шок. Потерять такого гения в стране. Даже если парк Тайган возродится, я думаю, что россияне будут ехать с каким-то чувством уже в этот парк. И поток, я думаю, уже не удастся нарастить. Так как все равно какое-то черное пятнышко на репутации останется. Если бы этот человек родился бы в США, поверьте мне, он был бы известен не менее, чем Илон Маск. Поверьте мне, что вот Свинка Пеппе по капитализации обогнал аэрофлот. Каждая игрушечка Свинка Пеппе приносит этой индустрии денежку. Многомиллиардные обороты у этой Свинки Пеппе. Поверьте мне, если бы этот Тайган был бы на территории США, то каждого льва продавали бы плюшевого по дорогой цене. Каждый бы мультфильм, каждая бы игра была связана с этим парком Олега Зубкова. Ему просто не повезло родиться именно в той стране, в которой он должен был родиться. А родиться он должен был на территории США. Поверьте мне, он был бы уже миллиардером, знаменитым человеком. Никакие ветеринары, прокуратуры, полиции бы не бегали. Надеюсь, только в одном, сейчас идет изменение в Украине. Разгоняют всех этих утырков, по менталитету, схожие на российских, которые ломают бизнес, уничтожают талантливых людей. Надеюсь, что у нас таких Олегов Зубковых не будет. У нас сейчас более-менее вменяемая ситуация последний год, ну, последние полгода. Если есть возможность, обращаюсь к властям Украины. Вы выдергивайте заложников, выдергивайте там, спасайте этих людей, которые там на территории Донецка. Спасите Олега Зубкова вместе с Ольвами, с тиграми. Давайте попробуем второй раз. Один раз Украине удалось построить такой парк с таким деньгом. Давайте попросим у Российской Федерации отдать львов, тигров, и Олег Зубков сможет построить второй раз такой парк. Если России эта туристическая индустрия не нужна, давайте попробуем где-нибудь под Херсоном, под Одессой. Сюда люди поедут, в это демократическое государство поедут. Давайте отдадим за Олега Зубкова, ну, кого-нибудь, там, я не знаю, там, может, Киеву отдадим, или кого там, кто им нужен, там, ну, еще какого-нибудь деятеля, там. Это будет равноценный обмен, он им нужен. А нам нужны гении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...